Заседание Совета по вопросам совершенствования судебной и правоохранительной деятельности председательствует президент Садыр Джапаров. Это консультативно-совещательный орган, в названии которого полностью и отражена его суть. А экспертная рабочая группа при Совете создана для разработки предложений, направленных на устранение правовых пробелов и коллизий в действующих уголовном, гражданском, административном и исполнительном кодексах. Включая повышение эффективности и качества правосудия, прозрачность правоохранительной и судебной системы, обеспечение свобод человека, а также прекращение необоснованного и чрезмерного вмешательства уполномоченных органов в деятельность субъектов предпринимательства и усиление защиты законных прав инвесторов. Сот адлеттігіне сапатты ұчыргізу Сот адлеттігіне сапатты ұчыргізу От качества работы судов и правоохранительных органов зависит и общественно-политическая стабильность и законность в стране. Это особые государственные учреждения, где решаются судьбы тысяч людей. А значит, если судья или правоохранители проявят низкий профессионализм и однобокость, нарушив принципы верховенства закона, то это станет не только позором для конкретного судьи или правоохранителя, но и репутация государства в целом будет подорвана. И сегодня, как отметил глава государства, необходимо признать тот факт, что несмотря на все реформы, судебная и правоохранительная системы не в состоянии адекватно и эффективно выполнять свою основную функцию – защищать и восстанавливать нарушенные права. По этой же причине инвесторы не доверяют судебной и правовой системе страны. Предпринимателям и инвесторам важно обеспечить их законные права и интересы. И сейчас есть реальная возможность воплотить в жизнь все реформы. У руководства страны есть для этого воля. В результате, когда мы должны быть в состоянии, мы должны быть в состоянии. Сот-чану уху-корга органдарында орын алган терз көрініштер, хоундау уху-кутық, нигилизмден му-кутық, экономикалық мейкендіктен биримдеген, Вик eyeball puine тысасырырғы әлістепті receпті ұтық, әлініштер, хай Қғініштер, хоғығы үтінюдер айт із celebrate. процесса для начала необходимо разработать новую редакцию уголовного, процессуального и других кодексов. Новое законодательство должно предусматривать эффективные механизмы защиты людей от пыток и борьбы с дискриминацией. Судебные и правоохранительные системы должны быть прозрачными, а их действия должны находиться под контролем общественности. А в процессе совершенствования существующих кодексов и законов интересы гражданина должны преобладать над амбициями судебного органа. Все последние месяцы соответствующие госорганы совместно с гражданским обществом, правозащитниками и юристами совершенствуют существующие кодексы. Для этого была проведена их полная инвентаризация. В составе этой экспертной группы мы подготовили все новые законодательства, уголовные законодательства, в первую очередь начиная с названия и кончая с содержанием, полностью поменяли, полностью, чтобы выйти из данного тупика, который попали в правоохранительную систему в целом и судебные. Некоторые моменты, которые сегодня народ волнует, это соглашение, вернее, сотрудничество с следствием. Вот это мы совсем убрали. В том числе народ, общественности и журналисты говорят, ну что возместили ушир, а где уголовные ответственности и так далее, в этой части. И потом очень резко снизился качество работы следователей. В этой части вот один из примеров. Потом по многим вопросам не было сроков. Знаете, достаточно много дел у следователей, накопилось 200-300 дел у каждого следователя. Раз качества следствия нет, сроков нет, а там за ним живые люди же. Это граждане нашей страны. Были внесены корректировки в способы проведения, в формат работы и так далее. Во многие рабочие группы были приглашены представители гражданского сектора. Мы видим, что, например, те предложения, которые мы вносили по УК, УПК, да, некоторые из них нашли отражение, некоторые не нашли. Но мы до сих пор находимся, например, в процессе работы. И мы будем работать и дальше уже с депутатами Джорджа Тинеша. Но мы не могли отметить готовность государственных органов. Это самое начало процесса сотрудничества. Сейчас крайне важно активизировать усилия для повышения качества правоохранительной деятельности, правосудия и доверия со стороны граждан. И государство выделит достаточно средств на проведение судебной реформы. Продолжится и внедрение цифровых технологий. Продолжение следует... А уже в самом конце заседания президент продемонстрировал видео, на котором, как оказалось, судья Чуйского областного суда в состоянии алкогольного опьянения находится на рабочем месте. Государство проводит реформы, стремится установить справедливость судебной системы. Но всё это тщетно с такими-то судьями. Садыр Джапаров призвал очищать ряды от недобросовестных судей. Музыка viscut Продолжение следует... 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 Продолжение следует...